День реки Обь, по мнению инициаторов из общественной организации Сибирско-экологическое сотрудничество, должен консолидировать общественников, волонтеров и административный ресурс в деле экологического восстановления этой акватории. Река и многие притоки сильно загрязнены, а берега завалены мусором, поделился своими наблюдениями журналистами общественник Владимир Кириллов. Те, кто отдыхал на берегах Обьи, Обсково море, прекрасно видят, какая, мягко говоря, антропогенная нагрузка испытывается на прибрежную зону, водоохранную зону. Я думаю, здесь присутствующие многие проводили экологические акции и сами убирались, принимали участие в этих экологических акциях. И вот одна из тем, конечно, это установить единый день уборки именно реки Обь, ее притоков, потому что зачастую мало собрать мусор, нужно еще его везти. Еще одно направление, на которое благотворно может повлиять учреждение праздника Дня реки Обь – развитие туризма по водным маршрутам Сибири. У нас автомобильный туризм по Сибири, по Новосибирской области развит, но водный туризм, к сожалению, по среднесоветским временем, он находится ниже любого уровня. Нет маршрутов и, самое главное, нет инфраструктуры. Развитие туризма и появление прибрежной инфраструктуры положительно повлияет и на пассажироперевозки речным транспортом. Актуальность вопроса подтверждает статистика. Пассажиропоток по реке, который перевезен только одним перевозчиком, в 2013 году составлял от 60 до 70 тысяч пассажиров, то по состоянию на 2021 год это было 159 тысяч пассажиров, в 2022 году это было 220 тысяч пассажиров, в этом году будет уже 240 тысяч пассажиров. Есть идея увеличить значение АБИ и в грузоперевозках, к примеру, заинтересовать наших китайских коллег, которые активно развивают свою концепцию транспортной логистики в нашем и казахстанском направлениях. Задача сводится к тому, чтобы связать эти маршруты с нашей Транссибирской магистралью и мы полагаем, что задействован здесь может быть активный Северный морской путь через посредничество реки АБИ как речной части этих потоков. Тем более, что Севмор путь также набирает обороты. В общем, с рекой АБИ может быть связано много интересных направлений, начиная от экологии, туризма и заканчивая грузоперевозками. А учреждение официального дня реки АБИ может подтянуть федеральное внимание и даже финансирование.